здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разберем я кстати не просто разберем а я прям слежу мини такой мини версию этого жилета вот у меня заготовки все буду рассказывать все буду показывать девчонки вот такого вот жилета кстати модель старшего возраста женщина я так предполагаю что он как бы изначально предназначен для женщин старшего возраста вот я вам расскажу как я пишу этот жилет в общем мое видение возможно она будет отличаться я там я вижу там есть такие нюансы интересные плечико там приспущено там набраны петли я этого делать ничего не буду я максимально модель упрощу чтобы достичь вот этого эффекта запаха и как бы развивающихся булочек да вот что самое главное в этом жилете так и так начнем значит основываемся мы на что на окружность груди полу округ полу окружность груди плюс припуск на свободу облегания здесь уже ваше на ваше усмотрение жилеты я я предполагаю что этот жилет не должен быть по обтяжку хотя я видела в интернете такого типа длинные такие жилеты стильные вот они более такие обтянуты в общем в зависимости от того какую цель вы пытаетесь достичь то смотрите добавляйте припуск в данном жилете вот на этой модели я так вижу 10 сантиметров то есть если окружность беде груди допустим 100 сантиметров полу окружность 50 плюс 10 сантиметров это ширина вашей детали то есть спинку мы набираем по такому принципу определяем длину вашего изделия и определяем глубину проймы то есть здесь у нас будет общая длина минус глубина проймы допустим 25 сантиметров и длина допустим допустим девчонки это индивидуально 45 до проймы то есть 70 сантиметров общая длина далее от проймы мы делаем сокращение вот я их делала видите таким образом чтобы не пришлось обвязывать то есть без обвязки все это я еще сейчас буду будем вязать полочку вот на этих моментах я остановлюсь как я делала эти убавки вот это все еще покажу то есть делаем убавки опять же до того момента вот насколько вы да вы хотите плечика либо вы хотите классическое чтобы заканчивалась у оката то вы убираете сокращаете больше если вы хотите спущенный рукав тогда сокращаете меньше это уже на ваше усмотрение далее я бы я конечно же здесь не делала скосы потому что слишком маленькая деталь но я бы сделала хотя бы хотя бы минимальный скос плеча чтобы красивее легло на плечу и вырез на горловину это по спинке здесь классический вырез тоже оставлю ссылку по виду под видео в описании а здесь по пять петель скос классический либо незаконченными рядами либо сокращать петлю вот это что касается спинки вот почему говорю ведь спинку первую вязать потому что по ней вы будете ориентироваться далее что нам нужно мы определяем вот по спинке как вы связали спиночку вы определяете вот эту вот точку да вот где вы ровно закрывайте обычно для горловины вот и вот эту вот точку далее мы будем добавлять вот эти вот петли то есть от этой точки опускаемся вниз и считаем количество петель 5 4 20 я считаю 4 раппорта 5 4 20 плюс 3 петли 2 кромочные 1 для симметрии то есть 23 петли мне нужно набрать для полочки вот я по петлям я держу пальцем ту линию по которой я опустилась и посчитала то есть это чуть больше половины изделия то есть как бы с запахом да если брать по половине по большой детали да ну классическая то здесь плюс 5 сантиметров это я вам говорю ориентировочно чтобы вы знали как определить эту спинку вот она у меня связано да вот она здесь началась и закончилась то есть половина детали плюс 5 сантиметров ориентируйся даже не опускаемся отсюда половина спинки 1 2 спинки плюс 5 сантиметров это наша полочка будем так упростили еще видите в процессе я еще упрощаю значит что мы делаем мы набираем петли на вот эту вот полочку так значит я определила что в моем случае это двадцать три петли вы же считаете половину сколько вы петель набирали и добавляете по плотности вязания считаете сколько 5 сантиметров и определяете вашу ширину изделия я же набираю 23 петли сейчас я остановлюсь на узоре значит вы так давайте я сначала наберу петли покажу узор потом объясню почему я этим узором бежу они английская резинка как в образце значит потом поговорить поболтаю чуть-чуть так 4 23 итак число петель девчонки должно для этого для именно вот этого узора должно быть кратно 4 плюс одна петля для симметрии и плюс 2 петли кромочные в первый ряд кромочную снимаем это известный узор и думаю вы его знаете 2 лицевые 1 изнаночная далее 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная и 2 лицевые то есть начали мы ряд 2 лицевых и закончили ряд двумя лицевыми так изнаночные ряд кромочные не озвучит вы знаете из на 1 изнаночная 3 лицевые изнаночная 3 лицевые почему девчонки я выбрала этот узор потому что я считаю что для образца он более подходит и для же этого жилета он тоже очень хорошо подходит потому что он не стягивается до как английская ритм резинка хотя не английская я бы сказал что там патентная резинка вот что он более-менее как бы держит форму вот этой детали да не так при английской резинки хотя в изделии я думаю английская резинка тоже очень классно будет смотреться просто мне на маленькой детали удобнее вот скажем так далее что я хочу сказать далее хочу сказать что вы можете вязать этот жилет любым узором любое как бы и спицами и крючком допустим ажурный узор будет очень красиво смотреться когда если связать этот жилет ажурным узором не оформлять горловину стойкая просто ее красиво обязательно будет такой такая туника накидка летняя очень красивая под маечку я считаю будет шикарно смотрится даже если связать обычная сеточка не заворачиваясь на какие-то нюансы просто сеткой связать тоже будет очень красиво не считаю вот значит что мы делаем далее теперь у нас у нас как бы две полочки мы ориентируемся правая левая вот я по вот этой вот пройме до чтобы красивая была пройма это кстати в английской резинке точно также можно сделать лицевая изнаночная и отсюда после лицевой изнаночной делать кроме сейчас мы еще и и разберем это значит что одну полочку я связала с этой стороны у меня добавление теперь у меня будут с этой стороны добавлением ориентируюсь тоже чтобы заканчивалась вот лицевая петля лицевая петля потому что без на ночной стороне здесь у нас изнаночная то есть вот она лицевая сторона добавление я буду делать с этой вот стороны то есть со стороны бокового шва я делаю добавление сколько я их делаю значит так первым первым делом на что мы ориентируемся на величину вот этого вот запаха которое вы хотите второе на количество петель в раппорте вы должны закончить обязательно раппортом концом раппорта видите вот вот она лицевая петля с моем случае я здесь добавила 4 петли предположительно что большой как бы версии это будет петель 1216 если рассматривать вот этот вот узор при английской резинки это может быть больше петель может быть меньше значит что касается если смотреть в сантиметрах то где-то до 7 сантиметров вот эти добавления не больше потому что потом уже нужно будет делать здесь как бы скос все зависит от величины вот этого запаха чем больше вы его хотите если вы его хотите дотянуть прям до плеча то делайте 10 сантиметров да вот этот вот скос я им сейчас рисуют значит сама полочка у нас вот так вот на расположена а здесь у нас вот этот скос который мы сейчас добавляем вот здесь вот я добавляю петли потом у нас пойдет пройма таким вот образом выглядит эта деталь как бы это которую мы вяжем вот она да то есть в зависимости от когда она выровняется данной детали зависимости от того какой ширины вы хотите но величины вот этот вот запах если вы хотите его продлить сюда прям что вы такое количество петель добавляете если небольшой тут 5-7 сантиметров если побольше то увеличьте до 10 сантиметров как бы 10 сантиметров где вот это вот разница между наборным краем и вот здесь вот вот это я имею ввиду 5-7 или 10 сантиметров то есть количество добавленных петель вот таким вот образом я сейчас вяжу до проймы добавляю свои четыре петли далее вам покажу как вязать пройму и так когда вы довязали дупой вот не обращайте внимание это у меня не намочена вот здесь вот я намочила детальку значит до пройму мы довязали сейчас я вяжу правую пройму здесь у меня связана левая и будем делать сокращение каким образом здесь я тело значит кромочная кромочная лицевая после кромочной 2 петли скажем так и далее сокращение я провязывала 2 петли вместе изнаночной вот они вот значит то же самое буду делать здесь но в конце ряда значит по сути дела у нас сокращение идет через три петли после кромочной ну это если в начале ряда а если в конце ряда то не довязывая 3 3 петли если обобщить то сокращение у нас находится за три петли до края изделия да вот здесь вот у нас три петли здесь я уже провязала больше то есть если это в начале то в начале 3 петли если это в конце то в конце 3 петли и две петли 2 петли вместе изнаночной сокращение после трех петель либо перед тремя петлями запутала 5 в общем понятно что до края 3 петли не доходя до края либо 3 петли от края вот таким вот образом и вот так вот я делала эти сокращения то есть эти три петли у меня неизменны включая кромочную и начиная 4 у меня как бы сокращение 4 5 либо с конца либо сначала так теперь я делаю эти сокращения столько сколько как бы мне нужно по попу по моей выкройке это значит что здесь вот вот они эти сокращения они идут вот таким вот образом то есть должно быть по правилам не тройма должна быть немного глубже чем спинка то есть здесь вот у нас должно быть вот это число плюс 2 приблизительно ориентировочно то есть на передние детали сокращений желательно должно быть больше на 2 чтобы пройма не собиралась руки то и вяжем до выреза горловины то есть делаем массу пройму и далее вяжем ровненько до горловинки я нарисовала больше чем вот этому не обращайте внимание просто семантический но в масштабе она больше потому да нет не больше такое же ладно значит сейчас я провязываю пройму довязываю до горловины и покажу вам саму горловину и так вот провязаны деталью вернее деталь моя провязана до проймы теперь мне нужно делать пройму что касается проймы девчонки ориентируемся на что не на вот эту вот часть а вот по пройме да мы совмещаем и вот определяем где наши три то есть здесь если мы отсчитывали вот вот этой точке то теперь она у нас вот она была при наборе она у нас перемещается сюда то есть ориентируемся на плечико и отсюда начинаем отсчет наших петель до проймы вот таким вот образом здесь я начинаю отсчет отсюда вот вернее дублирую эту часть вот и отсчет у меня отсюда идет как бы ну ориентируемся на на это у меня еще один ряд все него провяжу у меня получается что вот этого часть у меня идет так сейчас еще раз вот эта часть я ее закрою ну то есть вы делаете крым классический вы вырез горловины вот здесь у вас получается центр да то есть по количеству петель вы отмеряете где у вас центр ориентируясь на пройму вот зависимости от того сейчас я ее закрою еще поговорим то есть вы делаете классическую пройму все лишние петли уходят у вас во вторую как бы полочку да а лишние петли подразумеваются те которые вы добавили и считаете вы от этого места как бы эти петли так и сейчас я довяжу отдельно полочку и вторую из них одна будет цельная а там будет как бы до исчезания петель вот так так как у меня мало петель то у меня закрываю здесь для скосов по одной петли вы же можете сделать здесь скос как бы 321 для плавного перехода и закругления вот этого выреза да вот то есть видите я делаю эту горловину но только она у меня вот здесь вот находится поглубже потому что это передняя деталь я полностью дублирую этот вырез вот таким вот образом здесь у меня видите левая полочка и вот она продублирована только ниже потому что это передняя деталь и ориентируйся на вот эту вот часть вот это вот лишнее у нас уходит в этот скошенный как бы краешек так вот я завязала эту деталь если графически изображать девчонки то вот она наш вырез то есть половина вот в этой детали у нас находится здесь по сути как бы логический вырез должен быть здесь но так как у нас добавлены петли мы вот сейчас вот эта половина да и размещение этого выреза вот половина то мы измеряем от этой точки от точки проймы вот сюда вот вот это вот число и соответственно тем самым вот она наша половина соответственно этому мы делаем вырез вот я довязала вот этот вот я же говорю я не делала скосы вы можете их сделать и теперь мне осталось довязать только вот этот вот вырез вот эту вот часть эта часть девчонки тоже может закончиться не так как у меня она может пойти прямо в плечо это зависит от количества петель которые вы будете добавлять поэтому ничего не пугайтесь просто в этой скажу здесь у нас идет ровное вязание здесь мы ничего не делаем а со стороны горловины мы полностью дублируем вот эту вот горловину то есть создаем ту же горловину которую мы вязали я же говорю если связать ажурным узором да без горловины и длинный жилетом ох красота будет согласитесь вот напишите мне в комментариях соглашаетесь вы со мной или нет что это будет невероятная летняя красота именно такой модель к длинный ажурный видите я заканчиваю до 2 момента пока у меня не закончатся все петли вот и все сейчас я сейчас разутюжу потому что те две детали у меня намочено а я хочу видео до снять поэтому я сейчас все детали разутюжу и сложим с вами этот конструктор для большего понимания то есть сейчас да вот видно у меня вот эти вот две детали они одинаковые то есть зеркальном отображении сейчас я их приведу в божеский вид и мы встретимся вот наши обе детали вот смотрите я разутюжила и сколола как бы в классическом варианте сложила лицевыми сторонами вовнутрь сколола боковые части если это один модель длинная то желательно оставить разрезы плечики и вторую боковушку да вот все понятно две полочки и спинка то есть классический вариант сбора сборки жилета нюанс состоит вот в том как бы вот горловине значит на что мы основываемся мы основываемся на вот эти средние петли которые мы закрыли при закрытии горловины у нас средние петли одной детали и средние петли второй детали нам нужно точно совместить таким образом далее здесь вот подкладываем вот эту часть подшиваем либо наметываем если вы будет антит набирать петлю вот здесь вот по кругу то тогда наметать чтобы просто не потерять обе детали потому что их нам нужно петли набирать из обеих вот детали про продевая через обе детали вот и все теперь вот таким вот образом мы соединили вот и все теперь если это летние опять же вариантом обдвижите просто обдвижите горловинку не знаю крючком либо маленьким либо валиком из чулочной глади пусть завернется такой вот валичек тоже будет красиво вот можно добавить карманы если это длинный вариант летний вот в принципе все если зимний вариант а здесь мы набираем по кругу на круговые спицы петли и вяжем высоту горловину либо хомут либо двойная как указано на образце девчонки я думаю вы поняли сам принцип этого вязания этого жилета а я с вами прощаюсь на сегодня это все с вами была пика и школа рукоделия всем пока пока